Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Третий глаз — это глаз, чей фокус направлен внутрь, так как ваша похоть, жаждущая природа, никогда не находилась вовне. Она находится внутри. Вожделение — это нечто, что создает в вас ощущение незавершенности и стремления к чему-то. Когда мы говорим «шива», слово «шива» становится синонимом третьего глаза. Третий глаз означает, что эти два глаза должны смотреть на внешнее. Эти два глаза способны показать вам физическую природу существования. Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Третий глаз — это глаз, обращенный внутрь. Это не что-то, что открывается у вас на лбу. Третий глаз — это взгляд внутрь. Вы слышали такие истории, в которых «шива» открыл глаза и сжег каму? В Индии есть бог любви и похоти по имени Кама. Кама означает «похоть», которой вы не хотите смотреть в лицо, и поэтому называете ее любовью. Потому что вам нужна некоторая эстетика. И вот он прячется за деревом и пускает стрелу в сердце Шивы. Стрела попадает в Шиву, это его растревоживает. Затем он видит, что это Кама. То есть его собственная похоть. Он открывает свой третий глаз, огненный глаз, и сжигает каму. Тот прятался за деревом, но сгорел дотла. Тогда Шива взял пепел от сожженного камы и намазал им себя, заявив «я положил этому конец навсегда». Такова основная история. Но скажите мне, ваша похоть возникает внутри вас или где-то за деревом? Нет, вы, конечно, можете зайти за дерево, но это другое. Так где же возникает похоть? Внутри вас. Желание не появляется снаружи. Желание приходит не потому, что где-то там сидит красивая женщина или красивый мужчина, а потому что желание или Кама внутри вас. Поэтому он открыл свой третий глаз и сжег Каму внутри, а не того, кто стоял снаружи. Потому что он никогда не стоит снаружи. Пожалуйста, взгляните на это и убедитесь, что ваша похоть, ваша жаждущая природа никогда не появлялась извне. Она возникает только изнутри. Поэтому он открыл свой третий глаз, но не во внешний мир, а во внутренний. Затем он увидел эту похоть, которая по сути означает, что в вас имеются некоторые черты, которые заставляют вас чувствовать себя незавершенными. так что вы думаете, что достигнете завершенности, только идя к чему-то или к кому-то. Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Шопинг — это тоже похоть. Потому что вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. потому что вы не можете существовать без этого. Я хочу это, потому что только тогда, когда оно у меня будет, я стану полноценным. Это может быть вещь, положение, власть, сексуальность, неважно, что это такое. По сути, похоть создает в вас чувство незавершенности и стремления к чему-то. Она заставляет вас чувствовать, что если у вас этого нет, вы неполноценны. Поэтому он решил сжечь Каму внутри себя. Он сжег Каму. И тогда вместо пота испор его тела начал сочиться пепел. Это йогическая история. Обычная же история, которая рассказывается публике, заключается в том, что он прятался за деревом и Шива сжег его, открыл глаза и сжег, а затем взял этот пепел и намазал им себя. Йогическое понимание этой истории таково. Кама возникла внутри него. Он открыл свой третий глаз, сжег ее, а затем пепел медленно просочился из его тела, ясно показывая ему, что внутри все умерло. «Все, что вы знаете, как себя, должно умереть». Когда я говорю «смерть», речь идет не о физической смерти. Дело в том, чтобы потерять все, что вы сейчас знаете, как себя, свою личность, свою индивидуальность. как только вы научитесь быть индивидуумом вне физиологических и психологических ограничений, это будет значить, что вы вечны. Вот что значит «живая смерть». Поэтому, если вы знаете, как оставаться личностью без физиологического и психологического ограничения, вы — живая смерть. Если вы — живая смерть, вы — вечны в своем существовании. Пришло время вам стать живой смертью, чтобы жить вечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!